Подробности. Прямо сейчас. Убирает, в общем-то, всех военкомов, говоря о том, что военкомы погрязли в коррупции, коррупция во время военных действий – это измена Родине, и, в общем, ситуация вышла из-под контроля, и надо все это решать жестко и на местах. Говорят о том, что теперь военкоматами смогут руководить только люди, которые участвовали в боевых действиях, и по ранению, например, были списаны, больше они воевать не могут, но теперь они, в общем-таки, кадровые военные с хорошим опытом, и вот именно им и будет доверено руководство. У нас сейчас на связи украинский политолог Олег Лисный, и вот как раз мы и хотим поговорить на тему происходящего сейчас в этом плане на территории Украины. Олег, добрый вечер. – Добрый вечер. – Да, здравствуйте. Можно вот такой вопрос уже для начала? А каков вообще известный масштаб коррупции в системе военкомов в Украине? О каком вообще масштабе явлений мы говорим? – Ну, президент, кстати, не сейчас это начал делать, имею в виду, замену военкомов паркетных на военкомов воюющих. Это было еще раньше, определенные силы политические расценили как популизм, но теперь как бы все поддерживают. Уровень коррупции, к сожалению, достаточно высокий, судя по тому, что президент принимает решение, извините за выражение, выгнать всех. То есть это есть решение простое, и простые решения в мирное время не приветствуются, в военное время они должны быть, потому что это двери к победе на самом деле, а эти двери, они погрязли, к сожалению, в коррупции. И вот сегодня я посмотрел новое, что не только военкомы будут уволены, но и члены семей всех рангов военкоматов, ну, ТЦК наших, да, они будут все проверены на ЗК, на предмет того, откуда у них взялись дачи, машины и все остальное. И если это не будет доказано, это будут криминальные дела. Понятно, что это во время войны очень-очень такая тяжелая новость, потому что наш враг пытается всячески сорвать мобилизацию. И, кстати, я должен вам сказать, как человек, который занимается давно уже российской пропагандой в Украине, они начали эту тему очень сильно подогревать. И подогревать ее начали в следующем, что ну зачем идти в военкомат, если там одна коррупция. Поэтому, я так думаю, президент и РНБО были вынуждены принимать вот эти вот достаточно жесткие и простые решения, потому что сейчас звучат такие моменты, они, в принципе, как для меня там юристов в прошлом, они понятны, что нельзя как бы всех, потому что они все же одинаковые, да, и потом может быть обращение в суд по поводу возобновления на работе, но сейчас нужно быстро эту раковую опухоль начать уничтожать. Но я подчеркну следующее, что поменять людей, это все равно, что поменять кровати в определенном месте. Знаете, как это говорят, перестановка кровати в публичном доме, извините за выражение, они не меняют ничего. Поэтому очень важно, и сейчас это уже обсуждается, изменение законодательства. Потому что если менять только людей, а не законодательство, мы столкнемся с тем, что через какой-то период у нас опять появятся такие же негативные явления. А есть ли какая-то информация, например, о проверках в пограннохране? Ведь ни для кого не секрет, что было как минимум какое-то количество людей, которые за взятку, будучи призывниками потенциальными, тоже покинули территорию Украины. У меня нет такой информации, потому что я все-таки не военный эксперт, но я предполагаю, что военкомы – это не единственная раковая опухоль, это система. То есть куда-то же они носят деньги, как-то они решают эти вопросы, может быть, и по гранд-службе условно. Но есть еще один момент, который оказался за скобками, но ответственность людей, которые несут деньги. Это очень тоже важно, очень непростое решение. И здесь, с юридической точки зрения, есть два аспекта. Если у них вынуждает их принести деньги, это одно дело. Но если человек добровольно несет эти деньги, чтобы уехать за границу, не защищать свою родину, ответственность, грубо говоря, делится пополам. Поэтому это очень непростой аспект, и он требует более жестких решений, потому что есть курирующие органы среди спецслужб, которые должны были следить за деятельностью, да, и к ним тоже должны быть вопросы. Это не просто чистка, это чистка, которая должна закончиться перепрошивкой законодательной базы во всем аспекте, который касается военкомата, ну, прошлого военкомата. Вы знаете, ну, вот такого рода новости, как то, что мы услышали в пятницу от президента Зеленского, они ставят такой довольно, ну, большой вопрос о том, вообще, как себя чувствует украинское общество сейчас. Потому что, когда мы смотрим со стороны на новостную картину, кажется, что вся страна, она как-то монолитно пытается отразить вот это вот варварское нападение на нее, и, в общем, понимает значимость того, что это нужно сделать, и люди, которые, в общем, сражаются на фронте, и те, которые в тылу. Но когда выясняется, что все вот эти вот военкомы областные в огромном количестве просто увольняются, потому что не вызывают доверия, да, но это как-то очень серьезно эту картину мира, ну, нарушает. Можно как-то что-то по этому поводу сказать? Насколько вообще вот эта вот коррупция, это остается серьезной проблемой для украинского общества? Насколько она, можно сказать, мешает сейчас, возможно, достижению той самой победы, на которую все мы так надеемся? И до этого же тоже, по-моему, был скандал, если я не ошибаюсь, он тоже был связан со снабжением, но уже мирного населения. Там кто-то какие-то цены выставлял очень сильно завышенные. Давайте будем реалистами. Я, например, с очень теплой душой слушал ваши новости, там попал кусок мне, да, я очень завидовал вам, что вы обсуждаете совершенно мирные перестановки в государстве, демократичные, и это мне напомнило время до февраля проклятого для нас. Я вам должен сказать, что мы живем во время войны, и мы прекрасно понимаем, что для кого-то война – это время подвига, для кого-то это мать родна, которая наживается. Это не первая война, где происходят такие процессы. И это факт, в любой стране всегда так бывает, что кто-то хочет нажиться. И наши граждане прекрасно понимают, уровень толерантности коррупции у нас сейчас просто минимальный, потому что в той сфере, которая касается армии, у нас очень жестко критикуют власть за это. У нас много волонтеров, которые выходят с достаточно контроверсийными иногда заявлениями, но все равно мы не Россия, у нас это все озвучивается, мы это слышим. Да, это нам не нравится, но мы понимаем, что если вопрос будет решаться, то это хорошо, потому что оставлять его так, как есть, чтобы все было тихо, потом после войны разобраться так нельзя. Потому что война у нас идет не полтора года, 14-го года. Вот когда политики предыдущей власти рассказывают сейчас, что нужно было наводить порядок, 14-го года такие проблемы тоже были, и они не решены. Поэтому сейчас, если все решится достаточно жестко и законодательно, опять же, я подчеркиваю, я не устану это повторять, если мы не перепишем законы так, как надо, то это все будет фельдкина грамота. А сейчас очень сильное доверие, кстати, по социологии, кстати, вам будет интересно, очень большое доверие к тем, кто воюет, и вообще нулевое доверие к военкомам. Поэтому любой политик, любой президент должен прислушиваться к мнению народа и это решать. И теперь очень важно, чтобы полумерой не закончилось, потому что поменять этих, которые проворовались, их не только поменять надо, их нужно посадить, вот что. И нельзя их отправлять на фронт, потому что у нас есть горячие головы, которые говорят, давайте их оденем в форму и отправим на фронт. Зачем? Чтобы они опять чем-то торговали, чтобы они опять что-то там решали, потому что они же полковники, подполковники, это же не майоры, да, и даже не лейтенанты. Они будут сидеть в штабе, они не будут воевать, они будут мешать, они будут занимать чью-то клеточку военную, да. Поэтому их нужно сажать, чтобы другим неповадно было. Я вообще вот в одном из эфиров внутри страны предложил как вариант популистский, но зато наглядный, потому что у меня первообразование педагогическое, очень люблю наглядность. У каждого военкома должна висеть фотография предыдущего военкома со сроком, на который он сел. Да, это хорошо. Но это сработает не только с военкомами, скорее всего. Ну, к сожалению. Олег Лисный, политолог из Украины, был гостем нашего эфира сегодня. Спасибо, что подключились к нам. Спасибо. Спасибо вам. Мы говорили про ситуацию, которая сложилась после заявления президента Украины Зеленского, его решение уволить всех комиссаров, глав областных военных военкоматов из-за коррупции. Но надо сказать, что вообще о каком масштабе явлений мы говорим. То есть мы, конечно, не знаем весь масштаб явлений, но мы знаем некоторые крупицы информации. И я предлагаю как-то об этих крупицах задуматься. Значит, в общей сложности по всей Украине возбуждено 112 уголовных дел. И 33 фигурантам этих дел предъявлены официальные обвинения, которые связаны с освобождением от воинской службы за деньги. Но и наиболее громкое к настоящему моменту дело против военкома было возбуждено в мае. Человек, который возглавлял этот военкомат в Одессе, он, как утверждают, смог приобрести виллу в Испании на сумму 4 миллиона евро. Ну, в общем, как-то звучит достаточно внушительно. Ну, так знатно подпуговал Родину. Да, да. Утверждают, что он выписывал освобождение от службы за 5000 евро. То есть это значит, что довольно... Я сейчас математику быстро не проделаю. Или проделаю 20 на 4. 80 человек. Ну что? Кстати, такие же цифры звучали и на тему пограничников. Такая же цифра озвучивалась, что место в автобусе, который вывозил людей... 800, не 80. Ну, да, чуть больше. Десятку больше. Ну да. Ну, короче, в общем, довольно много. Вот. Ну что? В общем, будем надеяться, что действительно те меры, которые сейчас радикальные в Украине принимаются, они будут иметь какой-то эффект, который поможет более эффективно справляться, вот в частности с проблемами в тылу, которые явно не ограничиваются только тем, как призываются те, кто должен быть призван. Ну, очень тяжело воевать с кем-то, когда у тебя в тылу помогают не тебе. Да. И при этом все понимают, что это происходит у тебя в тылу. Особенно в тылу понимают.